Начальник тыла транспортной полиции оказался на скамье подсудимых вместе со всей своей семьей. По версии следствия, на его родственников была оформлена компания, поставляющая нефтепродукты в полицию. В ряде случаев никакое топливо не поставлялось, а деньги за это переводились. Полковник вместе с сыном и женой обвиняются в мошенничестве. Там никакого криминала, никакие документы не подделаны. Реально топливо было получено, и я вообще удивляюсь, как можно инвалида, первая группа, мне становится плохо. Меня все равно сюда, потому что прокурор придумал такую историю о том, что это коррупционная какая-то группа, она всем расписала роли. И я вот из-за этой роли должна здесь присутствовать. Ваша честь, я прослужил более 14 лет. За время службы никогда даже не помышлял о том, чтобы каким-то образом нарушить закон. Всегда все делал добросовестно, никогда не действовал вопреки интересам службы. Возможно, какие-то ошибки, конечно, не ошибаюсь, кто не работает, ошибки были, но никогда умысла на совершение преступления у меня не было. Суд приговорил признать Сигуа Виктора Григорьевича виновному в совершении преступления и назначить своему наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 70 тысяч рублей с отбыванием наказания у справедливой колонии общего режима. Взять подсудимый Сигуа Виктора Григорьевича под стражу вздать вреда. Как оценивать решение суда? Не соглашусь с приговором. Да нет, конечно, это беспредел. Нет, конечно, это вообще беспредел, просто беспредел. Ну, это невеальный момент, это в чем государстве мы живем? Не ожидали такого решения суда? Да, никакого мошенничества, ничего не похищено вообще. Выполняли свои обязательства, просто тупо. А вы свою вину признаете, нет? Нет, конечно. Да какая вина? Люди выполняли свою работу за подстражу. Классно. Кстати, коллега осужденного начальника тыла транспортной полиции, начальник тыла ГУВД Нижегородской области, сейчас тоже за решеткой. Ихтиара Уразалина тоже обвиняет в мошенничестве. Был проведен обыск в роскошном доме полковника полиции, дорогая мебель, столовое серебро, изысканные вина, авто и мототехника. Версия следствия такова. В 2014 году по делу о незаконной банковской деятельности у подозреваемого изъяли 44 миллиона рублей. Однако уголовное дело закрыли и подозреваемый попросил вещдок вернуть. 44 миллиона в мешках вернули, только оказалось, что деньги подменили. Вместо настоящих в полиции насыпали поддельных купюр. А вот кто конкретно в Нижегородском ГУВД украл 44 миллиона, неизвестно. В ходе расследования подозрения пали на начальника тылу ГУВД Ихтиара Уразалина, сейчас его судят.